Борислав Николаевич Брандуков – советский актёр, получивший в 1988 году звание Народного артиста Украинской ССР. Также именно Брандуков был первым лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко. Отечественному зрителю наиболее известны его роли в фильмах «Афоня», «Приключения Шерлока Холмса», «Гараж», «Зелёный фургон», «Раз на раз не приходится» и многих других. Родился Брандуков первый день весны 1938 года в деревушке Дубовая, расположенной в Киевской области. Он происходит из русско-польской семьи, рос будущий любимец публики, очень хилым и болезненным ребёнком. В раннем детстве он перенёс коклюш, который в ту пору считался смертельной болезнью. Медицина не могла помочь мальчику, но его спасла местная знахарка, лечившая Борислава травами и водившая ребёнка дышать воздухом болота. Болезнь отступила. Брандуков учился сначала дома, а затем в церковно-приходской школе при римско-католическом костеле. В более взрослом возрасте он стал посещать общеобразовательные классы. В те годы подросток даже в мыслях не связывал себя с кино. После школы в биографии Борислава Брандукова оказался Киевский строительный техникум, после которого юноша некоторое время работал на городской стройке, дослужившись до прораба. Потом молодой человек устроился на завод «Арсенал». И вот именно там, будучи зрезда экрана, впервые столкнулся с искусством. Он стал посещать репетиции заводского драм-кружка, в котором работники организовали любительский народный театр. Постепенно в душе Брандукова зарождается мечта поступить в театральный вуз. Он подает документы в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко. Правда, карьера Борислава могла кончиться, не начавшись. Дело в том, что в приемной комиссии у него не хотели даже принимать документы, довольно грубо заявив, что с такой внешностью нужно идти не в артисты, а в строители. Тут абитуриенту повезло. Вмешался ректор института Николай Заднепровский, который, оказывается, видел игру Брандукова на сцене и был впечатлен его талантом. Преподаватель громко сказал, ошеломленным дамам в приемной комиссии, что этот молодой человек еще станет знаменитым и популярным и заставил принять документы. Все экзамены были сданы с первой попытки. Учеба пролетела как один день, после чего стартовала творческая биография Борислава Брандукова. После окончания театрального института в 1965 году актер был распределен на Киевскую киностудию имени Довженко. Именно там вышел первый фильм с его участием. Производственная драма о шахтерах «Цветок на камне». После нее в течение 10 лет было несколько десятков работ, в том числе и социальная картина-притча «Каменный крест», за которую Брандуков был награжден дипломом на Ленинградском всесоюзном кинофестивале, как лучший исполнитель мужской роли. Любопытно, что озвучивал персонажа Борислава Брандукова другой актер, а вот пел актер в фильме самостоятельно. Однако, следует заметить, что в итоге такую успешную киноленту запретили к показу. Одной из причин стала искренняя речь артиста во время пресс-конференции, посвященной его награждению. На вопрос, какую роль ему хотелось бы сыграть после образа социального диссидента, Борислав Николаевич наивно сообщил во всеуслышание, что хотел бы преобразиться во Владимира Ленина, причем подать его как комедийного персонажа. В зале воцарилась гробовая тишина, а позднее Брандукова даже вызывали в КГБ для дачи показаний. В фильмографии Борислава Брандукова есть немало главных ролей. Например, начальник застал и майор Константин Гребнев. В киноповести «Я служу на границе» ветеринар Павел Дежкин из легкой мелодрамы «Вас ожидает гражданка Никонорова» или бригадир строительного коллектива Михаил Степчак из производственной картины «Крупный разговор». Но наибольшую славу принесли актеру второстепенные роли, разнообразных недотеп, проходимцев и даже алкоголиков, которые в его исполнении получались неизменно обаятельными. Многие фразы персонажей Брандукова превращались в скрыватые выражения. В комедии Леонида Гайдая «Гараж» герой-жених кричит «Выпустите меня, у меня сегодня брачная ночь». В цыганской драме «Табор уходит небо» и в обуче произносит философские слова «Мордой не вышел» для дел добропорядочных. Но самыми знаменитыми словами оказались реплика из нетленной картины. Афоня «Гони рубль, родственник! Мне Афона рубль должен был!» Кроме этих картин, зрители полюбили такие фильмы Борислава Брандукова, как «Приключения Шерлока Холмса», где он играет незадачливого инспектора Лейстрейда, и «Зеленый фургон», в котором изображают деревенского милиционера Грищенко. Также тепло встречали поклонники советского кино и фальшивого капитана Колбасьева из музыкального фильма «Мы из джаза», и коронавщика Измайлова из искрометной комедии «Раз на раз не приходится». Весьма примечательно и необычно, что Брандуков часто отказывался от главных ролей, если считал героев неяркими, а вот за эпизоды брался неизменно. Он сам себе делал вызов превратить минутное появление на экране в такую феерию, чтобы люди запоминали эту работу навсегда. Последним фильмом Борислава Брандукова стала приключенческая комедия «Хиппиньяда» или «Материк любви», вышедшая на экраны в 1997 году, а всего на его счету более 150 кинопроектов. Между прочим, Борислав Николаевич считается рекордсменом по количеству ролей, которых озвучивали вместо него другие актеры. Свыше 40 его персонажей говорят чужим голосом, в том числе знаменитый инспектор Лейстрид. Режиссер Игорь Масленников посчитал, что украинский говорок Брандукова слишком далек от английской речи и попросил сделать озвучку Игоря Ефимова. Но Борислав Брандуков при этом не пустил дело на самотек, а находился в студии звукозаписи и руководил рабочим процессом. Первый раз личная жизнь Борислава Брандукова изменилась в начале 60-х, сразу после окончания института. Он женился на студентке Ленинградского политехнического института, который изучал мастерство звукооператора. Но тот брак был коротким. Сразу после свадьбы актер выяснил, что его молодая жена с детства страдает психическим заболеванием, которое периодически дает о себе знать. Но для Брандукова развод не прошел легко, мужчина находился в продолжительной депрессии. Только в 1968 году, познакомившись со своей новой любовью Екатериной, Борислав ожил по-настоящему. Они встретились в Киевском аэропорту, Жуляны, куда оба пришли провожать известного актера, Ивана Миколычука. На тот момент Борислав Брандуков уже разменял четвертый десяток, а Кате только-только исполнилось 18 лет. Артист любился в эту молодую красавицу без памяти. Почти год он добивался распоряжения Екатерины, которая только позднее поняла, как много она бы потеряла, если бы отвергла ухаживание актера. В феврале 1969 года в Одессе Борислав и Екатерина объявили о своей помолвке, а спустя два месяца сыграли свадьбу. Через год в их семье родился первенец, сын Константин, а его младший брат Богдан появился на свет через 9 лет. Нужно сказать, что эта пара безумно любила друг друга, так как карьера артиста требует постоянной отлучки из дома. Брандуков по много месяцев был на гастролях, но и оттуда он очень часто прислал жене любовные письма, которым неизменно прилагалось стихотворение собственного сочинения. Позднее Екатерина Брандукова издаст книгу под названием «Тринадцать исповедей», в которой будет присутствовать лирика ее мужа. Когда же глава семейства возвращался домой, он забирал на себя все тяготы домашнего хозяйства и давал любимой супруге такой своеобразный отдых. Борислав и Екатерина Брандуковы долгое время мечтали о дочери, но тяжелая болезнь артиста перечеркнула эти желания. Супруги Брандуковы прожили вместе целых 33 года, но последние 10 из них Екатерина превратилась в сиделку при больном муже. Актер никогда не щадил себя, постоянно мотался по съемкам и почти не отдыхал. В 1984 году на съемочной площадке биографической драмы Коростояновы он играл командира партизанского отряда, который по сюжету узнает о гибели всей семьи. Борислав настолько вжился в образ, что его разбил инсульт, ставший первым, но, к сожалению, далеко не последним. В тот раз Борислав Брандуков поправился и через 4 месяца смог вернуться к полноценной жизни. В начале 90-х его настиг повторный удар, после которого Екатерина оставила работу и стала ухаживать за супругом. К съемкам он вновь смог вернуться, но появлялся на экране уже довольно редко. Последние годы жизни однородный артист провел почти в нищете. В 1998 году у актера был третий инсульт. Начались приступы эпилепсии, после чего его тело парализовало. Последний год его жизни изменилось и материальное положение читы. С Екатериной связывались представители Харьковской телестудии, которые предложили снять об актере сюжет. Передачу показали не только в Украине, но и по НТВ. Поэтому семье стали оказывать поддержку гильдии актеров, кино Украины и даже обычные люди, помнившие любимого артиста. Но 10 марта 2004 года, после продолжительной болезни, мучившей его на протяжении десятка лет, Борислав Николаевич Брандуков умер и был похоронен на Байковском кладбище в Киеве. Вот так прошла эпоха еще одного гения своего дела. Друзья, поставьте лайк и напишите комментарий, как вы считаете, было ли обидно Вячеславу Брандукову за озвучивание его ролей голосами других актеров? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!